Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем обзоре банкнота достоинством 50 трлн долларов резервного банка Зимбабве образца 2008 года. Зимбабве – это государство на юго Африке. На севере граничит с Замбией и Мозамбиком, на востоке – с Мозамбиком, на юге – с Южной Африкой, на юге и западе – с Ботсланой. На языке шона Зимбабве означает «жилище правителя», столица – Харары. Данная банкнота была введена в оборот 1 августа 2008 года, а дата изъятия из оборота – уже 31 декабря 2008 года. Размер – 74 на 149 мм. Мы видим на аверсе в центре изображена 12-метровая балансирующая скала Чиремба в Эдворте близ Харары. В левом верхнем и нижнем углах в правом верхнем углу номинал в 50 трлн. В правой части надпись на английском языке «я обязуюсь оплатить предъявителю 50 трлн. долларов». Серийный номер в нижнем правом углу черным цветом. Он же продублирован по левому краю вертикально красным цветом. Скала Чиремба в Зимбабве – это самое денежное место Африки. Почти 30 лет эта скала в пригороде зимбабвийской столицы Харары была главным символом богатства в стране. Похожий на снеговика 12-метровый валун красовался на лицевой стороне всех зимбабвийских долларов, начиная с 1980 года, когда бывшая британская колония Южная Родезия получила независимость, сменила имя и завела собственную валюту. Выбор рисунка не случайен. Трехэтажная Чиремба – самая известная из так называемых балансирующих скал, как и в Зимбабве – десятки. Эти огромные валуны сложены природой в самые невероятные фигуры и, кажется, вот-вот рухнут под собственной тяжестью. Но они уже миллионы лет стоят, как ни в чем не бывало. Лучшего символа непоколебимости, так нужного зимбабвийской экономике, было не найти. Однако Чиремба оказалась плохим талисманом. Инфляция в Зимбабве все время росла и в 2000-х достигла невероятных размеров. Давайте посмотрим, как выглядит обратная сторона банкноты, что изображена с обратной стороны банкноты. Вот так вот выглядит реверс банкноты. И мы видим на реверсе, на изображении слева, гидроэлектростанция. Справа изображен трубящий слон. По верхнему краю в центре надпись «Резервный банк Зимбабве». В верхнем, левом и нижнем правом углах банкноты номинал 50 триллионов. По вертикальной границе, разделяющей неокрашенные и окрашенные поля банкноты, размещена сегментарно нанесенная с обеих сторон банкноты и совмещаемая в единое изображение на просвет надпись «50 триллионов». Вот оно изображение. Давайте посмотрим его сразу на просвет. Водяного знака у банкноты нет. Вот мы видим, мы кладем на просвечивание и цифры совмещаются. Получается надпись «50 триллионов». Если мы смотрим без просвечивания, то здесь непонятный узорчик. Вместо водяного знака у банкноты изображение коровы. Но это не водяной знак, это просто изображение с этой и с обратной стороны. Гиперинфляция в Зимбабве началась с того, что президент Роберт Мугабе официально разрешил коренному населению захватывать имение белых поселенцев. А на всех предприятиях, даже иностранных, руководителями должны были назначить чернокожих. И покатилась инфляция. В августе 2006 года провели первую деноминацию. Один новый доллар стал равен тысяче старых долларов. Конечно, инфляцию это не остановило, и очень скоро она достигла уровня в 100 тысяч процентов в год. В первой половине 2008 года выпустили купюру в 50 миллионов долларов. И на момент выпуска ее фактическая стоимость составляла ровно 1 доллар США. А на только-только выпущенную 15 мая купюру в 100 миллиардов долларов можно было купить лишь 3 куриных яйца. Инфляция продолжала расти. И в конце июля 2008 года 1 доллар США стоил 760 миллиардов зимбамбийских долларов. Население не успевало считать новые нули на банкнотах. И 1 августа 2008 года провели вторую деноминацию. Один следующий новый доллар стал соответствовать 10 миллиардам просто новых долларов. Официально 1 доллар США стоил 8 зимбамбийских долларов. Но уже спустя всего 3 месяца за американскую бумажку просили 670 миллиардов местных долларов. Банк продолжал штамповать все новые банкноты. Если в августе начинали с купюры в 1 доллар, то к началу декабря в стране уже ходили бумажки в 200 миллионов, а к концу месяца в 10 миллиардов. Кульминация наступила к 16 января 2009 года. В обращение поступила банкнота 100 триллионов долларов. К началу февраля 2009 года, когда 1 доллар США стоил 300 триллионов очень новых долларов, Зимбабве 2 февраля 2009 года произошла третья деноминация. Триллион самых новых долларов приравняли к одному очень самому новому доллару. То есть получилось, что 1 очень новый доллар равен 10 септиллионам, или 10 умноженное на 10 в 24 степени старых первых долларов образца первой половины 2006 года. Самые свежие бумажки имели достоинство от 1 до 500 долларов. Если взять все купюры с начала инфляции 2003 года, то получится, что за 5 с половиной лет в стране ввели в обращение и изъяли 71 банкноту разных серий и номиналов. Но и новые купюры не прижились. 12 апреля 2009 года стало известно о запрете оборота доллара Зимбабве. Формально он оставался законным платежным средством еще до 30 июня 2009 года, но население стало использовать доллары США, британские фунты и валюты соседних держав, которые более тверды, нежели зимбабвийский доллар. Зимбабвийский доллар закончился. В 2009 году Гидеон Гона, директор Резервного банка Зимбабве, получил Шнобелевскую премию по математике. В условиях галлопирующей гиперинфляции он вынудил все население своей страны изучать математику путем выпуска купюр номиналом от 1 цента до 100 триллионов зимбабвийских долларов. Вот такая вот у нас сегодня была банкнота в описании, в обзоре. Напомню, это банкнота достаточна 50 триллионов долларов Зимбабве, образца 2008 года. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok